И сейчас основная задача состоит не в том, чтобы агитировать за кого-то, потому что люди всегда знают сами, за кого голосовать. Они, как правило, голосуют сердцем. Сейчас основная задача в том, чтобы люди пришли на выборы. Почему это важно? Когда мы говорим о том, что выборы, ну, вот некоторые, я слышала очень много, и так все понятно, и так вот зачем наш голос ничего не значит. Я не в первый раз повторяю о том, что голос каждого человека, он значит многое. И возможность выразить свой голос, отдать свой голос за того или иного кандидата, это величайшее достижение больших развитых стран. К нам приезжали международные наблюдатели на выборы в 17-м году, 10 сентября 17-го года. И они все, как один отметили, а это была Италия, Испания и Франция. И они все, как один отметили, что такой высокой организации выборов, такой прозрачности и такой открытости нет ни в одной стране. То есть ни в одной из этих трех стран нет такого, чтобы о кандидатах выставлялись полные данные. То есть они о кандидатах выискивают потом в интернете сведения, и то после выборов. Нигде нет такого, что ты заходишь на избирательный участок, а у тебя абсолютно благоприятные, комфортные условия, что тебя встречает участковая избирательная комиссия, которая приветливая, которая улыбчивая, стоят прозрачные абсолютно урны, и каждый видит, что он опускает бюллетень не куда-то, а именно в прозрачную урну. Соблюдена тайна голосования. То есть сейчас создаются максимальные условия для того, чтобы люди приходили на выборы. Почему это важно? Тоже иногда встречаются фразы о том, что это наше право. Наше право, потому что в Конституции. Статья 32 Конституции, все прекрасно помнят о том, что там написано, каждый имеет право избирать и быть избранным. Но если мы почитаем в начале Конституции, то статья 3 нам говорит, что выборы это единственный законный, предусмотренный государством способ выбора своих представителей. И никто, кроме многонационального народа, не может быть источником власти в Российской Федерации. И именно многонациональный народ должен осуществлять свое управление либо самостоятельно, либо через своих представителей. И если мы сами не осуществляем самостоятельно в силу разных причин, то мы с вами должны выбрать своих представителей. Должны выбрать тех людей, которые будут представлять наши интересы, будут представлять нашу страну и людей, тех, кому мы доверяем. Тоже доводы не очень весомые, когда говорят, мы там никого не знаем. Никто не мешает узнать, никто не мешает сделать самостоятельные выводы, проанализировать и выбрать именно того человека, который интересен, который понятен, которому доверяешь. Опять же, очень важный стоит вопрос доверия. Проанализировав то, что очень часто встречаются беседы, говорят, мы никому не доверяем. Мы не доверяем государству, мы не доверяем стране, мы не доверяем ни депутатам, никому мы не доверяем. Вы знаете, я проанализировала очень много работ по доверию. В какие времена самая высокая степень доверия? Неважно кому. К себе, друг к другу, государству. В трудные, совершенно верно. В трудные, тяжелые времена, когда нужно максимально мобилизоваться, когда люди вынуждены жить и доверять друг другу. Так зачем ждать тяжелых времен? Зачем, если это недоверчиво? По 12 марта территориальная избирательная комиссия, многофункциональные центры, единые порталы госуслуг оказывают услуги по заполнению заявления, которые приходят... Я объясню просто, что это такое. Заявление называется о внесении избирателя в список избирателей по месту нахождения. Это значит, что любой человек, который 18 марта не будет находиться по месту своей регистрации, а будет находиться в каком-то другом месте, а мы знаем, что у нас есть место нахождения, место преимущественного пребывания и так далее. Так вот, если человек не планирует по месту регистрации находиться 18 марта, то он может подать заявление. Что ему нужно для того, чтобы подать заявление? Если он приходит в живую, в территориальную избирательную комиссию, либо в многофункциональный центр, ему нужно иметь при себе паспорт и нужно знать, куда он отправляется или где он находится. Причем, куда он отправляется, нужно знать город, населенный пункт, и желательно еще знать улицу, чтобы комиссии могли выбрать ближайшую к месту нахождения комиссию, чтобы человек, например, находясь в Астрахани, не искал избирательные участки, потом через весь город. Поэтому вот эту информацию нужно знать. Даже если человек идет путешествовать с рюкзаком, ему надо примерно все-таки знать, в каком городе остановится 18 марта и будет находиться с 8 часов утра до 8 часов вечера. То есть все до 12 марта, вся страна работает на то, чтобы люди могли реализовать свое право на участие в выборах и могли проголосовать там, где им удобно, где бы они ни находились, в любой части Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова